Сейчас в сборочном цехе специалисты продолжают работу над созданием четвертого по счету опытного образца вертолета Ми-38, который в будущем должен заменить устаревший Ми-8. Когда модель поступит в серийную продажу, ее стоимость по разным оценкам будет составлять порядка 15-17 миллионов долларов. На состоявшемся недавно авиасалоне МАКС новый легкий вертолет Ансад с гидромеханическим управлением получил сертификат, который позволяет начать коммерческое использование этого аппарата, разработанного Казанским заводом. Мы планируем его начало 2015 года, коммерческие продажи. Потенциальных заказчиков у нас, как бы, это с традиционной нашей рынки, это, прежде всего, значит, Африка, вся Азия и Латинская и Южная Америка. На вертолетном заводе в последние годы была внедрена система бережливого производства. Экономический эффект в прошлом году составил 45 миллионов рублей. Чтобы поспевать за большим количеством заказов, пришлось заняться модернизацией производства, рассказали специалисты. К примеру, полностью был реконструирован токарный цех. На новом оборудовании в среднее время, которое мы сегодня тратим на заказанную деталь, сократилось от двух до четырех раз, в среднем три-три с половиной раза. Это по основным средненным деталям. Также журналистам, посетившим один из самых закрытых заводов республики, рассказали о решении проблемы кадрового голода последних двух десятилетий. Вертолетный завод решил готовить себе сотрудников прямо со школьной скамьи и взял шефство над одним из классов восьмой гимназии. Студентов училищ и вузов приглашают на практику с последующим приемом на работу. Для сотрудников работает система по подготовке и повышению квалификации. Новичков уже с недавнего времени опекают наставники. В институтах работе на станках не учат. А работе приходится, да? Ну, а работе приходится, так как станки такие высококлассифицированные, приходится как бы готовить высококлассифицированных операторов. 80% из вновь приходящих молодых рабочих сегодня закрепилось. Мы считаем для себя это достижением, поскольку еще недавно этот процент был 40-50%. Марсель Нургачин, Дмитрий Ермаков, телеканал Эфир.